По линии общественного порядка прошедшие выходные в Бресте и области выдались спокойными. В новогоднюю ночь на территории Брестской области прошли праздничные мероприятия на 124 площадках, в которых приняли участие почти 5000 жителей и гостей Брестской области. Общественный порядок обеспечивался сотрудниками органов внутренних дел и внутренних войск, которые в настоящее время несут службу в усиленном режиме. Хотелось бы отметить, что совместными усилиями правоохранителей и жителей Бреста, Брестской области и гостей, которые в свою очередь соблюдали меры безопасности во время праздничных мероприятий, новогодняя ночь на территории Брестской области прошла без происшествий. Нарушения правил дорожного движения водителями области также были зафиксированы сотрудниками госавтоинспекции. За последний день ушедшего 2020 года сотрудникам ГАИ на территории области выявлено 316 нарушений правил дорожного движения. Из них задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 6 нетрезвых пешеходов. В новогодний период времени сотрудники ГАИ перешли на усиленный вариант несения службы. Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также мы будем наблюдать за пешеходами. За выходные на территории Брестской области произошло 9 пожаров, огнем повреждено 8 строений. 1 января в городе Жабенко по улице Советской произошел пожар в квартире жилого многоквартирного дома на первом этаже. Работниками МЧС спасены 44-летний хозяин квартиры и его гость. Спасенным помощь медиков не потребовалась. В результате пожара поврежден пол в жилой комнате, постельные принадлежности, закопченные стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Трагично закончилась ночь 1 января для 64-летнего жителя Барановичского района. В деревне Нагорное Барановичского района произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежавшем 64-летнему пенсионеру. В огне погиб хозяин дома. В наступившем году не обошлось и без травм. Первое число этого года всего в отделении стационара больницы скорой помощи госпитализировано 30 человек. Из них 6 с травматическими повреждениями разной степени, локализацией, тяжести. И за второе число было госпитализировано 29 человек. Из них двое с травмами. Примерно каждый второй поступал в алкогольном опьянении. Продолжение следует...